вам привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор и сегодня у нас будет мастер-класс по нанесению декоративной штукатурки в технике колотый камень я буду совмещать сразу же несколько материалов и мы получим классный и очень интересный результат наносить все это дело я буду вот на таком большом образце чтобы вы смогли все то же самое повторить у себя дома или у вашего заказчика уже на объеме чтобы все было наглядно как всегда расскажу вам разберу эту технику в мельчайших подробностях чтобы вы смогли все повторить но теперь друзья после такого анонса можно приступать непосредственно к нанесению к мастер-классу колотый камень будем посмотреть погнали друзья часто спрашиваете по поводу того на чем я делаю вот эти большие образцы вот это обычный обычный строительные гипсокартоновый лист то есть просто я его отпилил по высоте высота у меня 2 метра соответственно ширина метр двадцать это гипсокартон точнее он не совсем обычного он просто влагостойкий и ударопрочный то есть особо прочный но и ребят для начала я его покрасил вот такой абсолютно обычной краской fincolor и цвет этот называется y 498 этот цвет по каталогу текурила симфония то есть в принципе везде можете заказать этот цвет обычный черный глухой цвет то есть все свои образцы я стараюсь сначала выкрашивать именно в черный чтобы когда мы потом снимали скотч у нас была аккуратненькая черная рамочка что дает им гораздо более презентабельный вид в принципе ребят в данной технике вообще абсолютно пофигу какой кварц грунт вы используете у меня под рукой попался вот такой обычный дикораза праймер di кварца не самый лучший вариант но в принципе не самый худший пойдет даже в гтху сюда можете мазать в этой технике абсолютно все равно я использую вот такой валик из микрофибры ну естественно в вашем случае валик должен быть большой имейте ввиду то что я накатываю это из-за того что у меня небольшой объем поэтому маленький валик всегда самые хорошие валики это фирма анза анзовские валики дают самый четкий результат но так как у нас здесь только грунт именно нужен грунтовать можно абсолютно любым валиком я рекомендую брать валики из материала под названием полиакрил они обычно и дешевые и достаточно качественные так друзья мы все грунтанули теперь оставляем до полного высыхания на три часа в данном проекте на первые слои я использую декоративную фактурную штукатурку струтурата от производителя italica это штукатурка с кварцевым наполнителем на акриловой основе и так друзья приступаем к нанесению фактурной штукатурки в данном случае первый слой у нас просто укрывочный то есть мы просто делаем перетяжку под толщину зерна полностью закрываем всю поверхность соответственно чем больше инструмент для перетяжки тем лучше вам будет просто так быстрее работать на объеме потому что собственно говоря здесь очень ничего такого особенного фигурного выводить не нужно берете самую большую кельму может быть даже самый большой шпатель малярный шпатель тоже подходит нанесли ровный слой и отставляем его до полного высыхания минимум на четыре часа и так друзья значит пол и так друзья значит ровный слой у нас полностью высох теперь мы будем делать слой который будет давать у нас небольшой такой узор который в последующем будет уже как бы базы для наших прожилок даже не сказать что базы то есть это будет какая-то изюминка и какие-то контрольные точки для прожилок сейчас это сложно понять о чем я говорю но в чуть позже вы все поймете что ради чего это все делается то есть мы наносим материал на кельму вот таким образом просто ровненько чтобы было и делаем на тамповку при этом мы как бы делаем карту мира но на самом деле от обратного то есть когда у нас наносится классическая карта мира она наносится с травами здесь нам нужно наоборот 90 процентов закрыть просто ровным слоем и где-то сделать какие-то небольшие выщерблены эти как раз выщерблены и каверны они будут уже основой для ладно не основы они будут как бы контрольными точками для наших прожилок а блин повторяюсь короче ребят нужно нанести а дальше вы сами все поймете потому что здесь именно важно нанесение тут по стандарту да что добавить оттамповка оттамповка и сразу же берем ребром и заглаживаем просто в разных направлениях вот в таком стиле мы материал кладем и уже непосредственно при работе вы уже посмотрите где-то эти каверны нужно будет под закрыть где-то их нужно будет по максимуму закрыть то есть их должно быть немного а а Субтитры сделал DimaTorzok Значит, вот, ребята, условно 2 квадратных метра, 2,5-3 мы положили И пока штукатурка сырая, вы можете вот так взглядом пройтись и посмотреть, где подложить Тут фишка в том, что, ребята, все-таки должно быть очень много у вас именно плоского пространства Вот здесь, например, да, это красиво смотрится, если бы такая штукатурка оставалась Но на самом деле это слишком много дырок для нашего нанесения Нам нужно больше плоскости, потому что здесь как раз-таки будут прожилки И акцент должен ложиться именно на прожилки, иначе все будет просто масло-масляное Поэтому, когда сырое, свежим взглядом отходите и смотрите на стену, и где нужно, сразу же подкладываете Всегда такая мысль у вас будет появляться, что жалко красоту закрывать Но в данном случае, ребята, это оправдано Нужно делать именно, как я вам говорю Вот такое примерно состояние должно быть То есть дырочек гораздо меньше надо Вот там большие какие-то слишком Там еще многовато В общем, убираем лишнее, приводим все вот к такому состоянию Дальше мы используем материал Нова Венеция от Италики Опять же, кстати, можете ознакомиться с полной линейкой продуктов Италика по ссылочке в описании Много интересных материалов у них В общем-то, это просто акриловая венецианка Все, фактура полностью высохла Если есть какие-то колючки, еще что-то Но, в принципе, можно пройтись слегка наждачкой Взять, допустим, 180-ю наждачку и вот так вот Просто слегка вот всю фактурку пройтись Ну, это буквально минута Дальше, ребят, нам опять понадобится вот такой вот обычный Можно велюровый валик взять Вот этот валик, он из микрофибры тоже подходит Сейчас мы будем брать венецианку и накатывать ее Накатываем определенный участок Она немножко подсхватывается После чего мы берем япончик И аккуратненько эту всю венецианку разглаживаем Приглаживаем так, чтобы она не оставляла шагрение После чего мы опять возвращаемся к определенному участку Например, полтора-два метра нанесли Возвращаемся и делаем уже прожилки За счет того, что сочетание этих материалов То есть это у нас такая основа достаточно не супер прочная Я бы так сказал Потому что все материалы на известковой основе Они после вот такого нанесения, они будут как камень Из-за того, что здесь у нас акриловая основа У нас он будет более податливый После того, как мы его промочим венецианкой Он станет еще более податливый И мы сможем применить просто обычный вот такой шпатель Я возьму и острым уголком Обратите внимание, я специально не затачивал здесь уголки Острым уголком смогу нарисовать все прожилки, которые мне нужны Они получатся углубленными Они получатся такого свойства, что у нас они пройдут сквозь венецианку Они сделают продиры на верхнем слое Но при этом нижний слой они до конца не испортят То есть они не дойдут у нас до основания То есть в такой технике оно получается как бы само собой То есть тут все как бы уже продумано за вас В общем, ребят, сейчас буду наносить и сами все поймете Всегда, когда взял материал, то стараюсь начать сначала с более плоского места Потому что вначале на валике материал не очень равномерно распределен Поэтому поплоскачу я как бы откатываюсь И дальше уже в разные стороны это все дело перенаправляю Сто раз катать по одному и тому же месту тоже не стоит Равномерно распределили и идем дальше И вот такими вот маленькими состыковками мы работаем Вот допустим три раза мы вот такое пятно откатались Теперь берем япончик и просто аккуратненько все это в разные стороны Разглаживаем И стараемся подобрать излишнюю шагрень ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так ну вот друзья я даже низ еще не докатал Здесь примерно нанесено полтора квадрата И теперь можно уже приступать непосредственно к прожилкам Прям беру уголком и достаточно жестко прочерчиваю То есть здесь я основываюсь уже на каких-то кавернах То есть я стараюсь чтобы эти прожилки всегда у них соединение Как-то состыковалось с теми дырочками, с теми кавернами Которые уже есть Так это будет смотреться наиболее гармонично Ну и естественно рука должна как бы подрагивать Они не должны быть прямые у вас И я прям буду делать их достаточно длинными Вот такая жила у нас получилась И теперь можно еще добавить к ней каких-нибудь деталей Разветвлений Также можно делать их снизу вверх тоже ввести И вот здесь прям видите от каверны начинаю И сюда ее завожу Вот так И тоже варьирую Заметьте, вот эта нижняя у меня потоньше Верхняя у меня потолще Тоже играйте с толщиной прожилок Это тоже всегда идет на пользу И вот так же можно иногда наискосок их немножко ввести То есть вот у меня шла по диагонали, по диагонали Но иногда идет именно такая прожилочка наискосок Но вот я даже не дохожу от одной диагонали до другой Чуть-чуть не дохожу Как это смотрится наиболее выигрышно На мой взгляд Ну конечно, чтобы сделать их на свой вкус Вам нужно посмотреть просто какой-нибудь мрамор И в принципе можно с какой-нибудь картинки с интернета Скопировать те прожилки, которые вам понравятся После первой закатки, друзья Когда мы делаем это вместе с прожилками То же самое мы делаем на второй раз Только прожилки уже нам не нужно делать Но для этого я взял венецанку и разбавил ее процентов на 5 водичкой До консистенции такой густой сметанки После чего закатал и опять так же разгладил шпательком Все то же самое, главное, чтобы прожилки не забивались После таких двух слоев я взял уже неразбавленный материал опять И аккуратно наношу материал теперь уже шпателем, япончиком Здесь моя цель укрыть примерно миллиметровым слоем Всю поверхность можно где-то чуть поменьше Где-то я прохожу более аккуратно Я стараюсь, чтобы венецанка не попадала в каверны и в прожилки Тем не менее в прожилки она все равно местами залезет Но ничего страшного, прям по-сырому Опять по прожилочкам я вот так выхожу Прохожу и выковыриваю свежую оттуда венецанку То есть я это делаю без нажима Просто чтобы свежак оттуда убрать и их возродить После такого слоя, ребят, техника странная и сложная Но по-другому ее сделать никак Вот пробовал я все по-другому И никак ничего отдельного у меня не получается А вот именно в таком стиле все ок После того как высохл слой, который мы нанесли шпателем Последний слой я наношу валиком И опять шпательком я это все дело разглаживаю И даже сейчас уже можно на этом этапе приполировывать Главное смотрите, чтобы венецанка не забивалась в прожилки Если забилась, опять валиком прошли Откатали ее из прожилок И хорошенько приполировали все Зажелезнили Дальше у нас идет воск Чера Смальта Воск для венецианской штукатурки Чем он хорош, ребят? Он достаточно жидкий и удобный, чтобы наносить его губкой Но на вид, конечно, такое себе Ну вы поняли, да? У кого-то насморк, в общем Но интересный продукт Интересный Именно в нашей технике подходит как нельзя лучше Итак, друзья, мы находимся на финишной прямой Вначале пройдемся по косякам вот такой вот обычной наждачной губкой на поролоне Номер у нее 220, но она не оставляет никаких следов на венецианке Можно вот так вот аккуратненько, слегка пройтись Особенно по зоне прожилок Чтобы у нас ничего не выпирало После чего мы применяем воск Чера Смальта Он такой достаточно жидкий В нем есть некоторая желтизна Без этого воска вот эта работа вообще не имеет никакого смысла Потому что именно воск в конце это все дело раскрывает Для нанесения воска именно вот на такую технику я использую вот такую штуку Это такая терка Покупал я ее в Петровиче Стоит недорого То есть она для затирки плитки Здесь вот такая мягенькая штука, как губка Ну вот, буду наносить на нее И соответственно, уже с нее располировывать всю поверхность Наносить воск на поверхность Соответственно, чуть-чуть подсхватывается, жду И после этого просто железнью можно или кельмой, или шпателем, без разницы Ну и уже посмотрите, как это выглядит в конечном итоге Ребят, очень важно, чтобы перед тем, как вы нанесли воск Вы уже полностью были уверены, что вы видите именно тот результат, который вам нужен Потому что после воска, конечно, венецианка меняется сильно То есть ее сложно будет потом что-то добавить и переделать Потому что воск придется полностью вышкуривать Это уже будет косяк То есть обязательно утверждайте все изначально на образце Вы должны быть уверены в том, как выглядит образец Уже после этого повторяйте Потому что в этой работе очень важно, чтобы когда вы отходите У вас прослеживалась некая туманность Чтобы через белый слой местами у вас серенькая вылезала Тогда эта глубина на объеме даст вам вот этот каменный мраморный эффект Все, друзья, теперь покрываем воском и смотрим на финичный результат Потому что пока ничего не понятно Так, ребят, воск нанес, сейчас будет магия Он немножко постоял Пять минуток Видите, как полируется Ну и так Теперь полностью все заполировываем Чтобы был как камешек Заодно проявляется глубина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok